здравствуйте уважаемые зрители меня зовут гима здинова рузана я магистр 1 курса института международных отношений и сегодня я выступлю перед вами с такой интересной темы как японские гравюры стиле у кио-э как источник по истории повседневности эпохи эдо на примере работ кацусика хокусай что же мы сегодня узнаем какой у нас план первую очередь мы окунемся в историю японии а именно в эпоху эдо узнаем о таких социокультурных факторов которые как раз повлияли на складывание данного стиля поговорим об особенностях и характерных чертах у кио-э как трансформировался данный стиль всю эпоху а также какие новые аспекты нам преподносит данный стиль а именно что он говорит нам об истории повседневности и бытия японцев данной эпохи сначала поговорим о том что окунемся в историографию есть два понятия два термина эпоха эдо или эпоху токугавы оба используются в исторической науке и оба равнозначными являются если говорить про такой термин как эпоху токугавы он относится к дому или к самурайскому клану токугавы который пришел к власти 1603 году и затем именно данный клан и данный дом правил в японии более 250 лет а именно до 1868 года именно они складывают новую политику новую идеологию в данный период и именно данная эпоха называется в честь них следующее название эпоха эдо нас на в честь города эдо современный токио то есть именно в этом городе находилась ставка сигуна сигуна то здесь находился административно-управленческий центр и в принципе это был культурный центр торговый откуда исходили все новые идеи так скажем даже тренды стиля и мода которая распространялась по всей японии давайте узнаем как мы пришли к эпохе эту как складывался стиль и что на него влияло и безусловно на это влияние оказала и история японии в середине 16 века начинает складывается новая культура городская это еще эпоха другая она называется сэн-гоку в этот в эту эпоху еще продолжались гражданские войны и междоусобица вот эта политическая обстановка это нестабильность привела к тому что многие сигуны и принципе даймё уже постепенно понимали что нужно объединить японию что нужно восстановить страну экономику политику и все так скажем идейным вдохновителем кто как раз начал объединение был ода набунага конечно же восстановление происходило не мирным путем то есть войны продолжались однако так скажем продолжать кто продолжил его идеи был тайтом их и даёсе то есть постепенно япония приходит к миру и спокойствие окончательно мир принес в японию токугава и ясу в тысячи третьем году то есть когда он приходит к власти вы именно в этот промежуток времени в принципе основные битвы и сражения заканчиваются и постепенно уже к середине 17 века япония приходит к некой стабильности и вот эта вот эпоха войн она уходит в прошлое но складывается как уже сказала городская культура как это происходит то что люди они понимают что страна нестабильный единственным очагом стабильности становится город возрождаются города это были призамковые или торгово ремесленные куда в принципе люди сбегают от голода то есть пытаются найти некоторые средства на существование в городе бегут крестьяне и ремесленники которые становятся как раз новыми горожанами что еще знаменательно японцы знакомятся с европейской культурой с европейцами в целом 1543 году к берегам японии приплывают португальцы их японцы называли южными варварами уже к начало 17 века к японии приплывают уже голландцы и англичане и в принципе как японии открывается для самих европейцев так и принципе японцы узнают о том что существуют другие страны другие народы и знакомиться с их культурой в первую очередь европейцы конечно приносят огнестрельное оружие которое очень сильно повлияло на итоги гражданской войны и то есть благодаря им каком-то смысле и закончилась она также может стоит сказать что они знакомятся с наукой европейской с искусством в какой-то момент японии понимают что слишком европейцы оказать сильное влияние на японию и японии терять некую свою самобытность и тогда тоже токугаво ясу понимают что нужно как бы закрыться от европейского вмешательства и единственным выходом стала самоизоляция японии она получила название сококу и продолжалась 1641 года по 1853 только за третьем году то есть 19 века приплывают американцы которые насильно заставляют японию открыться единственным местом откуда могли и европейцы как раз проникнутых скажем я на японский рынок познакомцы про японской культуры и да и в принципе откуда проникали японские идеи был город порт нагасаки единственными странами которые могли вступать в как раз торговые отношения с японии были китай корея и голландия они оказали сильное влияние к которым из тоже будем говорить дальше но как раз фокус внимания правительства нового до становится внутренняя политика требуется создание новой инфраструктуры то есть требуется развитие экономики торговли потому что внешняя торговля закрылась и принципе порт нагасаки не обеспечивался не закрывал все потребности и тогда сам тагугаво ясо начинает строительство пять пяти маршрутов которые в японском языке называются к кайдо они в принципе складываются не только для развития торговли но или такой системы как санкин котай что это предполагало даймё князья из своих царств и своих регионов должны были прибывать в эду это были целые процессии они прибывали со своими слугами в столицу они как бы находились на службе у сегуна а какой-то определенный промежуток времени оправда занимала полгода затем даймо уходили возвращались обратно свои регионы таким образом даймё показывали свое вассальное положение к сигуну подчиненные эта система была направлена на то чтобы как раз больше таких гражданских войн между усобиц не было таким образом сигуны контролировали даймё все что происходит любая смута пресекалась а так вот это развитие транспортной системы она продолжалась и она в принципе не только была направлена сангинплтайк как я уже сказала но и также на развитие торговли то есть вот это пять маршрутов они соединяли основные центры основные города осыка киота и до и так далее также в фокусе внимания в сфере внутренней политики была социальная политика вводила система баку хан когда 3 новому сегуну требовалось установить укрепить свою власть а именно военно-феодальную у него было свое правительство которое называлось бакуфу и в принципе то есть все указы и законные кодексы были направлены то чтобы как раз закрепить свою власть также идеологически так и юридически также была создана система си но ко все эта система была взята полностью из китая и предполагая собой то что разделение общества на четыре основных сословия первое это самура и буси то есть это си в следующий это но крестьяне ку это ремесленники и все это торговцы и в принципе существовала между ними определенной иерархия первое место безусловно занимали самураи си все указы законы кодексы были направлены то чтобы оформить их привилегированное положение потому что даже самые сигуны даймё были выходцами из этого сословия даймё и самураи полностью подчинялись сигун и тоже в законах это все прописывалось следующее то что следующим сословием были крестьяне но стоит отметить что вся экономическая система японии она была связана по большей части с урожаем риса то есть все доходы расходы налоги рассчитывались в объеме риса который назывался коку а единственными производителями этого риса были крестьяне они играли важную роль в этом но опять они также имели свои кодексы которые определяли их права и обязанности и конечно же в основном они были во многом ограничены хотя и занимали второе положение в обществе следующими кто были это ремесленники и торговцы ко и сё как я уже сказала складывается в эпоху эду складывается городская культура и в принципе именно два этих сословия сложили в собой новую такое течение тёнины это горожане то есть все горожане в основном выход были выходцами из этих сословий юридически они были больше всего ограничены в правах имели больше всего обязанностей однако именно в эпоху эду все меняется потому что юридически письменно а у них очень много ограничений но по факту получилось так то что они наоборот были более свободны чему же мы приходим следующее то что наверное стоит отметить это на что опиралась на что опирался сигунат на что опиралась бакуфу эта система баку хан они опирались на конфуцианские идеи то есть вся идеология строилась на конфуцианстве синтаизм и буддизм которые являются традиционными для японии японского общества показали свою некую несостоятельность во время эпохи сангоку гражданских войн и тогда было принято решение что требуется обратиться китайским знаниям что они более эффективны и в принципе китай был ярким примером для японии словно как старший брат который где можно было что-то нибудь посмотреть и увидеть и взять для себя тогда открывали специальные школы как представлен то что это конфуцианская носталистическая школа ученых по строительству наций чем же она занималась ученые и философы данной школы должны были углубиться в историю и культуру японии и показать то что в принципе общество должно следовать конфуцианским идеям каким именно это джучьянство учение джуси то есть который говорит о губанности о человечности о преданности и основе почтительности чтобы то есть это предполагало что общество в каком-то смысле должно подчиняться новой власти то есть определяет вот эта социальная сертификация вот эта система си но ко все и также определялась вот эти взаимоотношения между сословиями благодаря этому конфуцианство однако это имело другой эффект то есть правительство рассчитывало что углублять изучают историю японии нахождение там конфуцианско-конфуцианских идей или наоборот то что сливание с конфуцианством переписывание истории приведет тому то что люди начнут больше стремится конфуцианство но это привело к совсем другому ученые философы которые изучали японию ее историю культуру язык пришли к тому то что на самом деле япония она самобытна а вот это все то что пришло с китая она это лишь искусственно и не подходит японцам и японскому народу и формируется в уже в 18 веке несколько школ которые представляют собой даже оппозицию основной идеологии это какие школы школа не то школу кокугаку или школа национальных наук и мы дальше поговорим про школу рангаку что предполагала собой школа мито она говорила о том что нужно возродить роль императора нужно возродить синтаизм что это и является основами японского общества они прописали какие функции должны быть у императора то что он должен делать взаимосвязи императора и японского народа насколько важен сильный синтаизм для японии это что это основа всей так скажем нации и так складываются прото национальные идеи которые затем будут уже использованы в эпоху мэйзи школа кокугаку о чем же она говорила в основном они как раз занимались тем переводом японских книг по истории сак аналов например как кодики них он серьги и отметили что они как-то написано китайском языке и требует их 3 нужно перевести именно на японский они отмечают то что уже с эпохи и складывается то что вот эта искусственная культура которая полностью взята из китая и теряется вся самопытность и японский дух и требовалось возродить эти идеи то что то что говорит на японском языке не нужно писать на китайском то что живопись должна опираться не на японские идеи до сизма конфуцианство и так далее конечно же также оказывала сильное влияние и европейские знания правительство всячески пыталась контролировать для того чтобы европейские знания не распространялись в обществе они были доступны только основной кругу лиц тем как раз официальным школам которые были при сигунате при бакуфу это они изучали переводили даже составляли некоторые языковые словари то что переводы смотри японского португальского языков японского голландского вот и в каком-то смысле думали то что любом случае это была полезная информация нужно было знать что происходит в других странах узнавать те или иные новые тенденции однако это пришло к тому что в принципе эти идеи стали распространяться в обществе и сформировалась такая школа как рангаку или школа голлановедения то есть основным как я уже отмечала что основной европейской страной которая могла торговать японии была голландия приплывали голландские ученые путешественники которые приводили с собой те или иные книги и как раз японцы ученые они знакомились с этими книгами и понимали что на самом деле япония очень сильно регрессирует она очень сильно отстала от западных стран и ей нужно развиваться и нужно прогрессировать нужно взять за основу все эти идеи которые есть например также в голландии например такой ученый как хода тасиаки он изучала книги по англии по экономике политики так далее он выявил что японии нужно срочном порядке отменить самолизоляцию то есть снять это сококу эти границы и вести активно внешнюю политику и только таким образом япония сможет прогрессировать и все вот это вот это кипело в японском обществе и сильно распространялась на всех остальных людей особенно среди элиты затем это все конечно влияло и на культуру и на восприятие и отразилось и в художественно изобразительном искусстве и вот сейчас мы поговорим откуда же вырос стиль у кио и что повлияло на данный стиль откуда идеи с чем это связано стоит отметить то что складывается городская культура то есть люди от гражданских войн эпохи сэнгоку бегут в города стремятся к лучшей жизни потому что видели стабильность в городе и это приводит тому то что эти люди складывают новую потребность новую потребность в искусстве раньше искусство было элитарно и было по большей части для аристократии либо для новой элиты самураев все-таки каждый человек стремится к прекрасному и появляется новый спрос спрос это формирует торговцы-ремесленники которые обогатились а у них были средства и они хотели запечатлеть мир которым они играют ведущую роль что они как будто новая элита новая городская элита и они как раз формируют вот этот стиль у кио и что он собой предполагает откуда он вырастает на самом деле сам термин у кио вырастает из буддизма изначально он имел отрицательное значение говорил о мире бренности печали и страдания сам по себе у кио и переводится как изображение плавающего мира то есть буддизма предполагалось что-то момент когда человек испытывает вот эти вот отрицательные эмоции но в восемнадцатом веке происходит трансформация данного понятия то что уже говорит о том что изображение плавающего мира не с отрицательным коннотации а скорее с положительной то есть это мир когда развлечений отдыха удовольствия и как раз купцы они хотели как раз это запечатлеть мир когда они как бы избегают этих указов законов которые их ограничивают и на самом деле показать мир которым они играют главную роль откуда складывается данный стиль на самом деле стиль складывается из традиционного искусства например школы ка но то со и рим по они просто начали работать уже так скажем не на элиту а на торговцев которых были средства и они создает создает такие ширме бёбу который мы сейчас как видим с вами где изображается различные картины фестивалей как геон например сезонных праздников и так далее то есть момент когда люди наиболее счастливы удовлетворены жизни откуда же также еще стиль силе вырастает это художественная литература стоит сказать что в эпоху это очень сильно была развита книгопечатание но не не в нашем европейском представлении то есть принципе как создавались гравюры эти работы бралась кусок дерева резчик вырезал вырезал текст и потом этот красил колорист и этот печаталась на бумаге таким образом печатались книги и в какой-то момент книги стали обогащаться различными иллюстрациями которые дополняли данные произведения но в какой-то момент например вот тоже художник хосикава маранобу он отмечает то что изображение является своего рода не просто дополнением к художественной литературе а может быть полноценным предметом искусства отдельным который может существует отдельно он создает как отдельные гравюры так и целые альбомы с изображениями так и складывается стиль у кио то есть оказывает традиционная традиционная школа оказывает влияние как канутоса и также художественная литература и так складывает появляется японская гравюра поговорим теперь о характерных чертах и жанрах если говорить про жанр основные темы которые изображались на гравюрах это были сцены городской жизни а это были красавицы то есть куртизантки это был жанр бендинга который был очень распространен также это изображение народных праздников различных у веселений также изображались кварталы развлечений как ее сивара и различные театральные постановки и принципе сами актеры а теперь аугисе поговорить про характерные черты изображение было плоская то есть двухмерная и даже если впервые сталкиваетесь гравюру вам ее сложно воспринять потому что отсутствует некоторые перспективы объем да и фокус в принципе довольно таки необычный если говорить следующий пункт с высоты птичьего полета если обратим внимание здесь вот как раз представлена работа картина фестиваля геон это ширма бёбу то есть нам кажется как будто мы смотрим на город сверху и можем определить например какие-то здания какие люди изображены да каким сословиями они относятся и в принципе как происходит празднование того иного фестиваля стоит отмечать что фестиваль геон празднуется до сих пор в юпонии следующее то что отсутствие второго плана это вот как раз традиционная гравюра мы не можем определить что из себя представляет что где находится стальная сцена здесь вот как раз примечательный например работа баранобу принципе можем понять что это происходит это на улице но где именно сложно принять по понять особенно это также касалось например портрета то есть фон либо фона не было то есть он либо он закрашивался также нестандартные форматы изображения то есть это как раз это ширме бёбу также изображение то что вот в книгах и так далее нестандартный формат имеется ввиду что они были вертикальные и не совсем они нам привычны то есть мы привыкли совсем другому к европейскому представление о живописи и как оно должно выглядеть следующее то что главное в изображении это линия мы четко видим границы то есть как изображался тот или но человек вы например там изображение даже руки да то есть это четко были приведенные линии черной тушью или же например есть это портрет мы четко видим изображение человека то есть он четко выделяется и отдаляется, например, от того же второго плана. Также отражено пространство. Здесь как раз стоит отметить эти работы школы Кано, ТОСА. То есть мы видим пространство города. Мы не видим, что происходит за городом. То есть, например, сельская жизнь или же природа, это все не показывалось. Мы видим только ограниченное пространство, где происходили все основные события. Это все было в фокусе внимания художников. Сельская жизнь как бы не интересовала. И дальше поговорим о том, что в принципе стиль ОКЕ не стоял на месте. Он постоянно менялся. И на это, конечно, влияло много. То, что как раз о чем я говорила, меняется общественное сознание. Люди меняются, получают образование. И постепенно вместе с ним меняется и стиль ОКЕ. Что же происходит? Здесь представлены основные работы, которые могут нам показать. Изначально, например, гравюры, они не были цветными. Они были черно-белыми. Но постепенно художники начинают, так скажем, раскрашивать свои гравюры. Как это происходило? Изначально, конечно, цвет был в качестве декора и не играл основную роль. Он сложно представить, что, например, какой-то цвет имел определенное значение. С чем это было связано? Потому что краски были недоступны. Их не было на рынке. Они стоили довольно дорого. Но постепенно, с развитием торговли, у художников появляются краски. Также их привозят европейцы. Они с этим знакомятся. Их гравюры наполняют цветом. Вот как раз тем, кто первый начал раскрашивать свои работы, был Суцуки Харонобу. Как мы видим в его работе, чайный дом. В многих его гравюрах появляется цвет, и он играет важное значение. По цвету мы можем, например, по цвету кимоно девушки, можем определить, к какому сословию она принадлежит. Потому что все это было расписано в указах. Определенные цвета, например, то или иное сословие не могли носить. Эта девушка работает как официантка, можно сказать, в одном из заведений и разносит чай. Также мы видим то, как выглядело пространство. То есть мы видим, какие цвета использовались, и как, в принципе, выглядела повседневность, может быть, даже человек. Следующее то, что начинается, это в фокусе внимания людей не просто были развлечения. В фокусе их внимания становится сам человек и его труд. Многие художники начинают изображать простую обычную жизнь ремесленников. Например, первый, кто это начал делать, это был Татибана Минко. Он сам был выходцем из ремесленнического сословия. У него была серия работ, где он изображал ремесленников в процессе выполнения какой-то определенного труда. Здесь вот стоит отметить, например, гравюра Куба Сюнман, прячка. То есть мы видим девушку, которая полощет ткани в реке. Стоит отметить, чем примечательно это изображение. В первую очередь у нас есть фон, причем он полноценный. Интересный момент, что я уже говорила, природу художники до этого времени не рисовали, не обращали на это какое-то внимание. Постепенно он появляется, сначала даже не как второстепенный персонаж, а скорее даже третистепенный, просто для того, чтобы люди понимали, в каком пространстве находится человек. И вот здесь, например, у художника Куба мы можем видеть то, что пейзаж играет основную роль. Мы видим, что человек находится на улице, мы можем понять, что происходит. Если обратите внимание, то на заднем фоне находятся другие прачки, которые тоже полощут ткань. Но чем еще примечательно данное изображение? Не просто то, что там появляется пейзаж, там появляется природа, которая тоже играет важную роль, а то, что художник показывает столкновение двух миров, некого высшего сословия и низшего. Чем это примечательно? Раньше художники никогда не рисовали два сословия вместе, особенно если они занимали разные положения. То есть если вы рисуете самураев, элиту, то только самураев. Если вы рисуете ремесленников, то только ремесленников. А здесь мы видим вот это стыкновение двух миров. То есть вы можете заметить девушку в красивом кимоно, которая состоит со своими слугами и смотрит на девушку слева, которая простая работница, прачка, которая стирает белье, возможно, работает. И как бы они смотрят на нее, как будто в некотором даже презрении. Вот. И то, что можно так проанализировать, что это показывает? Что меняется, в принципе, общественное сознание. Понимаете, что не могут люди жить в разных мирах. Они существуют все вместе. И, в принципе, вот это стыкновение высшего и низшего сословия абсолютно нормально. Следующее, конечно, что оказало влияние на его трансформацию, конечно же, школа Рангаку, то есть распространение европейского знания. Вот, например, художник Сиба Кокан, он сам был ученым школы Рангаку. То есть европейские, как я уже говорила, голландцы, они привозили с собой книги, но привозили с собой и картины, которые постепенно распространялись среди художественной элиты. И вот, например, Сиба Кокан, он активно занимался тем, что копировал и даже имитировал голландские картины. У него есть множество работ, когда он пытается как-нибудь повторить тот иной стиль исполнения, голландских художников. Он пытается это все как бы реконструировать даже для себя. И впервые японцы знакомятся с таким понятием, как рисовать с натуры. До этого художники никогда этим не занимались. То есть они видели какие-либо сцены, зарисовывали это, а потом повторяли. А здесь Сиба Кокан пробовал даже непосредственно нарисовать природу Японии, например. То есть выйти с мольбертом на природу и нарисовать это. Это оказало, конечно, сильное влияние тоже на восприятие, потому что мы видим, что Сиба Кокан фокусирует огромное свое внимание на природе, на пейзаже. Следующий художник Утакава Тойохиро. На него тоже оказало влияние голландская наука, но он в основном использует только некоторые техники и мотивы. Например, такие как перспектива, объем. Пытается понять, как изображать архитектуру города, то есть на примере голландской живописи. То есть художники уже постепенно включают технику исполнения, которая была в Европе, в свои гравюры. Это очень сильно трансформирует, конечно, стиль укиоэ. То есть мы видим, что расширение тем, расширяются жанры, то есть появляется изображение знаменитых мест, мейсоэ или мейшоэ. Также отдельно появляется жанр укиэ, не стоит путать с укиоэ. Укиэ – это значит гравюры непосредственно европейского стиля. И также появляется стиль фу-кейга, то есть непосредственно пейзаж, когда отсутствует человек. На самом деле пейзаж появляется не просто так, это было несколько факторов. Конечно, в первую очередь влияние европейской живописи, но также было и влияние политики, внутренней политики. И на самом деле правительство было недовольным о том, что слишком много гравюр, так скажем, не очень хорошего характера. Что это подразумевает? Например, изображение куртизанок, изображение кварталов Ясивары слишком много привлекало внимание японцев к этим кварталам. В каком-то смысле гравюры же рекламировали эти места. И это не сходило с политикой сигуната, то есть политикой введения конфуцианства, благочестия, сыновой почтительности и так далее. То есть эта отрицательность оказалась на облике японского человека. И тогда сигунат вводит цензуру, определенную на изображение тех или иных сюжетов. И художникам ничего не остается, как переключить свое внимание на другие темы, например, как пейзаж. Ну и также в принципе в каком-то смысле это было следующее то, что влияние, конечно, возрождение идеи синтоизма, возрождение идеи японского духа, о том, что японец, он очень взаимосвязан с природой, с ками, с духами и так далее. Это все тоже оказывало влияние. И еще одно влияние, которое оказало, конечно, один из важных факторов, что японцы стали путешествовать. До этого это было ограничено. Правительство всяческими путями делало так, чтобы японцы, например, не выходили за рамки своего места жительства, города или деревни. Любые путешествия ограничивались, нужно было получать определенное разрешение. Но уже к 19 веку мы видим, что все больше и больше японцев путешествует. И в принципе улицы, вот эти вот Гокайдо, это пять маршрутов, они были переполненными людьми, как пишут многие путешественники европейские, которые были в Японии на тот момент. И мы видим то, что какие характеристики, как меняется изображение. Становится больше цвета, больше красок. У нас формируется фон, если это касается, конечно, не портрета. То есть есть изображение, которое в городе, либо же изображение пейзажа. То есть меняется представление об этом. Знакомство с европейскими техниками, как я уже отметила, и меняется формат. Он становится более привычным, то есть, как уже вот, например, здесь отмечалось, тоже Сиба Кукана, он пытается в европейском таком формате, то есть прямоугольной форме изображать пейзаж. И мы видим, как сильно изменился Укиоэ за 200, меньше, чем за 200 лет. То есть мы видим как раз старый Укиоэ, нет фона. Да, мы видим некоторую повседневность, например, человека, которая была тоже всегда в фокусе внимания. А теперь мы видим возрождение пейзажа, и в принципе человек гармонично даже встроен в этот пейзаж. То есть никто не собирался полностью отказываться от жизни человека, от его повседневности, от его быта. В фокусе внимания его все равно то, что было, что человек, который встроен в природу, то есть они гармонично сосуществуют. Конечно, в этом случае стоит отметить работы такого известного японского художника, как Кацусихо Хокусай. Это один из самых известных японских художников. Думаю, многие знакомы с его работами. Он гравер, иллюстратор. Также он даже работал с... Европейцы заказывали у него работы, о которых тоже в дальнейшем расскажу. И он в каком-то смысле изменил очень сильно сам Укиоэ. У него много было последователей. Даже, например, такой известный японский художник, как Утакава Хиросиге, он даже берет тельные названия, которые были у Хокусая. Он большой сделал вклад в развитие Укиоэ и изменил его. Чем примечательны его работы? Можно сказать, что мы можем наблюдать по этим гравюрам, как сильно изменилось самосознание японцев, их мировоззрение, мироощущение и представление о мире Японии. И, в принципе, мы можем наблюдать, как сильно поменялось отношение к повседневности. Если раньше мы понимаем то, что повседневность — это город, то есть непосредственно то, как живет человек в городе, в неком случае даже иллюзия о городе, потому что казалось, что город — это место развлечений, отдыха, увеселений. И многие стремились в город только ради этого, потому что знакомились через гравюру с этим. Однако, на самом деле, что делает Хокусай? Он меняет вот эту повседневность, представление об этой повседневности через ряд своих работ. На самом деле, у него огромное количество их. Я выбрала такие самые основные, на которые опирал в своем исследовании. Это такие, как 53 станции токайда, 36 видов фудзи, 100 видов фудзи и манго Хокусай. Чем примечательны данные работы? Это, как я, наверное, забыла как раз отметить, то, что гравюры носили практический характер. В каком-то смысле они были своего рода афишами, рекламными листовками, и стоили они, в принципе, довольно-таки дешево. И каждый мог себе это позволить, потому что, в принципе, у Киоэ гравюры были рассчитаны на простых людей, простых горожан. И вот, например, такие работы, как 53 станции токайда и 36 видов фудзи, и 100 видов фудзи представляли собой путеводители, которые каждый японец мог использовать во время своего путешествия. Манго Хокусай же была своего рода справочником для молодых художников. То есть они могли узнать, как изображать те или иные сцены, например, даже вот как здесь представлен порыв ветра, и могли, например, узнать о технике, о той или иной технике исполнения. То есть Хокусай так делился своими учениками. Но чем приметелитель Манго Хокусай, она тоже, конечно, рассказывает многие о бытии повседневности человека, как жил среднестатистический японец в первой половине 19-го века. И начнем мы, наверное, с самого главного, то, как меняется повседневность. Японцы выходят за пределы своего города. То есть мы видели эти ширмы Бёбу, где человек живет в городском пространстве, живет он весело, с праздниками. А теперь мы видим совсем другое. И еще то, что складывается, как я говорила, то, что путешествия были ограничены для многих сословий. А теперь мы видим, что многие путешествуют. Причем путешествуют разные сословия. Это и самураи, это и ремесленники, это и торговцы, это же и крестьяне. И все это мы можем наблюдать, например, вот через такую серию работ, как 53 станции Такайдо. Что такое Такайдо? Это один из самых основных и популярных маршрутов, как раз из пяти маршрутов Го-Кайдо, который соединял Эдо и Киото. И на пути этого маршрута было 53 станции, где, в принципе, человек мог отдохнуть, переночевать, перекусить. Или же, например, показывали станции с самыми главными храмами, которые можно посетить. Что делает Хокусай? Он как раз один из первых, кто изображает данные станции. То есть он показывает, где вы можете провести время, где вы можете передохнуть после долгого путешествия. И, в принципе, мы можем видеть, как человек отдыхает, что он делает, какие сословия. Для этого то, что мы можем обратить, например, внимание на одежду. Что примечательно, стоит отметить, что свободно путешествуют женщины. Они были очень сильно ограничены. То есть для этого нужно было получить разрешение мужа или главы семьи. У них обязательно должно было быть сопровождение. Они должны были путешествовать в Паланкине. А мы видим, что женщина, в принципе, свободно путешествует, гуляет по этому маршруту. Также мы видим процесс, как те или иные ремесленники трудятся на этих пяти-трех станциях Токайдо. И тоже можем как бы реконструировать вот этот быт и повседневность человека. Следующее, что стоит отметить, очень важное, что показывает нам Хакусай в своей работе, это связь города и деревни. Как уже отмечалось, что весь фокус внимания был в городе, в мире развлечений, но непонятно было, как он себя обеспечивает. На самом деле, то, что обеспечивало этот город, деревня. То есть мы видим изображение Эдо. И теперь Хакусай акцент делает на том, что этот город существует благодаря деревням, которые окружают его. Правительство непосредственно создавало специальные такие деревни, которые обеспечивали бы город. То есть Хакусай максимально отдаляется от города. Он показывает, например, пригородную зону, деревни. Причем эти деревни узкоспециализированы, которые производили какие-то определенные товары. Например, на данной гравюре номер 30, то, что люди занимаются сбором чая. И мы видим, например, то, что вот эти потоки людей, как они перевозят товары, как это все поступает в город. Чем примечательно то, что на этой гравюре, что мы можем видеть? На самом деле, это были человеческие ресурсы. Город всегда требовался в работников, в людях, потому что он разрастался, он рос. Требовалось строительство новых зданий. Нужны были всегда рабочие. И деревня как бы всегда обеспечивала не только продуктами, но и человеческими ресурсами. Такой японский исследователь, как Хайами Акира, отмечает, что в эпоху Эду происходит трудовая революция. То есть человек по-настоящему начинает ценить труд, человеческий труд. Он был во главе угла для японского общества на тот момент. Следующее, что стоит отметить, сам Хокусай был выходцем из ремесленческого сословия и обладал многими навыками, не только творческими. Попробовал множество профессий. И вот интересная, примечательная его работа манга Хокусая, где он изображает огромное количество разных ремесленников. И мы можем даже реконструировать их действия, как они создавали ту или иную продукцию, как они работали. Мы можем это все наблюдать. Хоть эта манга Хокусая была справочником для молодых художников, для учеников Хокусая, а так она показывает ту реальность, как человек трудился, как он производил те или иные продукты, те или иные ресурсы для города. Примечательно, что мы даже можем реконструировать их быт и повседневность, чем они жили, как они питались, и даже их моменты отдыха. Стоит отметить, как уже говорилось ранее, что многие законные указы перестают работать к концу эпохи эдо, то есть происходит и вот это падение ограничений. То есть, например, в XVII веке по указам дома Токугавы было запрещено крестьянам употреблять табак, курить и, например, употреблять чай. Но что мы видим на гравюрах Хокусая 36 видов фудзи? Что сидит обычный ремесленник, у которого в руках трубка, и во время отдыха с его знакомыми, которые тоже в моменте отдыха находятся, во время путешествия, он курит табак. Мы можем проанализировать, что данные указы и законы перестают работать в обществе. И таких, наверное, изображений как раз у Хокусая множество, что мы можем наблюдать, что некоторые даже падения, может быть, нравов, как это писали японские историки. Что тоже отмечают Хокусай? Дуньки, Вова, в принципе, многие японские художники не фокусировали свое внимание на семейной жизни, не отражали семейно-бытовые отношения японцев. Но Хокусай в своих гравюрах часто это показывает. Чем примечательно? То есть он показывает, может быть, взаимоотношения мужа и жены, отношения с детьми и так далее. В эпоху Эдо, что примечательно, мы понимаем, что огромное сильное влияние оказывает конфуцианство, и что оно диктовало? Что главой семьи был мужчина, естественно, а женщина занимала то, что она должна была ему подчиняться. То, что она, например, должна была быть хранительницей очага, должна была воспитывать детей. Но и, в принципе, не всегда она должна была помогать и заниматься, например, вместе с ним хозяйством, если это касается крестьянской семьи. Но что мы увидим к первой половине 19 века? То, что женщина трудится на уровне мужчины. Она также ведет хозяйство, она также ему помогает. Мы можем наблюдать, как женщины работают на сельскохозяйственных работах. То есть все это показывает о том, что, в принципе, те нормы, которые были, которые закладывались в начале эпохи Эдо, перестают работать. Также, что интересно стоит отметить, про детей. Мы видим изображение детей. Да, и были различные гравюры, где показывали, например, как вот как раз у Сузуки Харанобо маленьких девочек. Хокусай показывает, что ребенок, он как бы существует в обществе, это абсолютно нормально. Показывается семейное взаимоотношение, что он такой же член общества. До этого это не показывалось. Однако в фокусе его внимания является, в основном, если обратить внимание, то это мальчики. Мы это можем понять по одежде или, например, по стрижке. А, например, девочек мы не видим, с чем это было связано. На самом деле есть несколько факторов, почему детей не изображали. Как я уже отмечала, что Япония была перенаселена. Было огромное количество людей, и иногда правительство занималось тем, что, грубо говоря, пропагандировало где-то убийство. Это назывался процесс мобики. То есть всячески старались не говорить о детях, о том, что их нужно любить, их нужно воспитывать и так далее, для того, чтобы не было в обществе некоторых любви к ребенку. Но к XIX веку, к началу XIX века наблюдается следующая тенденция. В Японии произошел долгий голод, и требовалось, наоборот, нужны были люди. И в каком-то смысле через такие вещи, как публичную литературу, художественную литературу и через гравюры показывается то, что, в принципе, хорошо бы, если бы в семье у вас был ребенок. И вот то, что мы видим, как раз изображение у Хукусая в взаимоотношении, что ребенок, в принципе, он помогает даже. То есть он может помочь вашей семье, он наследник, в особенности, например, мальчик. И желательно иметь в семье ребенка. Следующее, что стоит обратить внимание, как мы говорили о возвращении к синтоизму. Но какому синтоизму? Возвращение к бытовому синтоизму. То, что определялось, что духи, это и Йокай, и Ками, они окружают человека, они постоянно находятся вокруг нас. И Хукусая часто в своих работах, как вот «Сто сказок», например, или «Манга Хукусая» показывает, что на самом деле духи, они никуда не исчезали. А это, наоборот, свойственно, что они нас окружают, они рядом с нами находятся, они являются частью нашего быта и нашей повседневности. То есть это не просто возвращение к идее, то, что вернуть природу, изображение природы, то, что японец, он должен жить в гармонии с природой, но он должен находиться в гармонии и с Ками. И вот чем примечательно, он делал иллюстрацию, например, вот тому же изображению серии работ «Сто сказок». Это серия, которая состоит как из сказок, так и иллюстративного материала, который сделала Хукусай. Или же мы видим вот эту мангу Хукусай, где изображается Юкаи, с которым человек взаимодействует. И это абсолютно нормально. Что примечательно в работах Хукусая, конечно, что он показывает социальные, экономические и политические изменения, которые происходили в обществе. Как сильно изменилось мировоззрение, что, например, человек должен обратиться к синтоизму, к основам японского общества, традиционного японского общества, к традициям, обычаям, верованиям, которые были раньше. Все это пропагандировалось, конечно, через вот эти основные школы, как МИТО и КОКУГАКУ. И он все это в себя впитав, показывает нам новый мир и новое мировоззрение. Как я уже отмечала, что раньше повседневность — это был город, то теперь мы увидим другую повседневность. Повседневность — это то, что, в принципе, это весь мир, вся Япония. Повседневность — это быт человека с его семейными взаимоотношениями. Это не только мир иллюзий и развлечений, это мир труда. То есть в голову угла становится человек трудящийся, который что-то создает и производит. Ну и таким образом, в принципе, стиль УКИОЭ, он очень сильно взаимосвязан с историей и культурой эпохи ЭДО. Мы многое можем сказать по данным гравюрам, многое можем сказать о политике, экономике, о социальных проблемах, которые были в этот момент в Японии. И это прекрасный визуальный источник. Тем более то, что у нас многие работы не переведены с японского языка, и мы можем многое проанализировать и понять для себя по этим гравюрам. Это прекрасный визуальный образ, который может рассказать много об эпохе ЭДО. Мы можем долго и много говорить о стиле УКИОЭ. Однако у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...